А если второй раз ходишь, лучше за себя делать или за умершего родственника? Что касается, то есть у нас здесь несколько вопросов. Что является лучшим и что является дозволенным, хорошим? Что касается совершения хаджа, умры, давать садака за наших умерших и так далее, это, братья, благое дело. Это дело, которое дозволяет у нас сунна посланника Али и Салатусам без никакого сомнения. И это то дело, которое приблизит нас ко Всевышнему Аллаху, иншалла, если наши намерения были праведными. Но, если мы посмотрим слова Всевышнего Аллаха, потому что чаще всего это вопрос бывает, естественно, про родителей умерших, которые нам совершили много блага, и мы хотим возместить им хотя бы что-либо из того блага, и мы не сможем, естественно, воздать им, хорошо, но хотя бы что-то мы пытаемся вернуть им обратно из того, что они нам совершали. И если мы посмотрим, то есть, кто знает лучше всего, что, братья, поможет этим нашим родителям против смерти? Кроме, нет, я имею в виду, кто знает из нас, или же вообще, в принципе, всех существующих, знает ли кто-то лучше, чем тот, кто создал нас и наших родителей? Нет. И тот, кто создал нас и наших родителей, говорит в своей книге, в Коране, говорит Всевышний Аллаху, в суре Али-Исра, Когда упоминает Аллах, обязательно с благочестия к родителям, говорит, и говорит и, о, раб Аллаха, о, Аллах, смилуйся над ними, ведь они растили меня, когда я был маленьким. Затем посланник Аллаха, который был послан Всевышним Аллахом, чтобы нам донести до нас нашу религию и все то, что приближает нас к Аллаху и краю, и все то, что нас отдаляет от огня, сказал, что человек, когда умирает, все его деяния прекращаются. Кроме чего? Кроме троих вещей. Три вещи. Одна это что? Саддакатунджари. Это такая милостыня, которая приносит людям пользу даже после смерти. Человек мечеть построил, человек колодец раскопал, человек, хорошо, то есть в дом престарелых или же какому-то старцу, или же в какое-то место, где ухаживают за взрослыми, купил, например, кресло, качалку или еще что-то, в больницу что-то дал и так далее. Такая вещь, которой даже когда он умрет, люди будут пользоваться, получать с этого пользу, хорошо, вот такая саддак. Так же, айлмин юнтафау биги, то есть айлм возвращается к саддакатжария, хорошо, из этой же милостыни, но из-за величия этого положения знания и распространения знания, пророка Алеша сам отдельно сказал, что и знание, от которого получают пользу. Знание, от которого получают пользу. И третье упомянул кого? Праведного ребенка, который что делает? Умру совершает, хадж совершает, каждую неделю, хорошо, то есть зарезает барашку и собирает людей от имени своего отца или же матери. Сказал, ау валя дин салихин, я дыу ля. Или же праведный ребенок, который совершает, то есть мольбу, или же просит Аллах, субхангаля, за своего умершего. Затем также посланник Али Саратова сам говорит про таких людей, которые придут в судный день и увидят огромные горы благих дел и скажут, что, скажут, о Аллах, я не совершал эти дела, откуда они у меня? И что ему ответит Всевышний Аллах, как говорится в хадисе? Это что? Это умра твоего праведного ребенка, это хадж твоего праведного ребенка. Скажет Аллах, это дуа твоего праведного ребенка за тебя. Что я хочу здесь сказать? Не значит, что, братья, мы говорим, не совершайте хадж, не делайте умру, не давайте саддак за ваших умерших и так далее. Нет. Я говорю о том, что забывают многие люди, но это является лучше, чем хадж, лучше, чем умра, лучше, чем в милостыне, в общем, хорошо за умерших. А это что? Это дуа. Это самое легкое, братья. Всевышний Аллах, субхангаля, сделал то, что помогает им больше всего, самым легким, но мы с вами, хорошо, то есть выросшие на вот этих материалистических ценностях, мы что? Баш на баш. Я тебе дал, ты мне дал, чтобы я что-то получить, я должен обязательно именно что-то сделать. Братья, такая математика со Всевышним Аллахом, субхангаля, не работает. Во-первых, математика со Всевышним Аллахом, это не Архимедова, это не Декартова, не такого-то, не такого-то и так далее математика. Математика с Аллахом, это 1 равно 10. Так или не так? Любое благое дело, минимум, сколько крат? 10. Может быть до 700 и может быть еще до многих-многих крат, которые не знает никто, кроме Всевышнего Аллаха. Бывает, братья, 3 человека молятся. Один получит за свою молитву 10 наград, другой 700 наград, третий, братья, 700 миллионов наград. Может или не может быть? Может. В зависимости от того, что было в его сердце, каким образом он хорошо обратился к своему Господу и так далее и тому подобное. Хадж, бывает человек, полную награду хаджа берет, бывает неполную и так далее. Также за пост, за пост Всевышний Аллах, кроме поста, все остальное, то есть от 10 до 700 может быть больше. Но пост у меня, говорит Всевышний Аллах, я лично буду давать награду за него. И представьте себе награду щедрейшего Всевышнего Аллаха, если он говорит, я на себя это беру. Представьте себе какой-то бизнесмен, который видит, что у кого-то там проблемы, он скажет, я на себя это беру. Это значит, что все хорошо будет или нет? Если бы он не готов был бы все покрыть, он бы сказал, братья, давайте скинемся, так или не так. А тут он говорит, я все на себя беру. Это, братья, какой-то мискин на этом свете, которому Аллах дал то, что у него есть. И Аллах открыл его сердце к этому благому делу. Что говорить об этом Господе тогда? Что говорить об этом Господе? И поэтому, как мы и сказали, я хочу от вас, чтобы вы не забывали, что самое лучшее, самое благое, хорошо для ваших умерших, это постоянные мольбы. Поэтому, братья, человек 20 лет, у него отца нету, и он что, хочет одним хаджем, как говорится, все, я вот с себя снял ответственность, я же хадж за него совершил. Если бы ты эти 20 лет за него дуа делал бы, Аллаху алим, может быть, перед Аллахом, это было бы намного лучше и намного выше для его награды, чем хадж. Затем, братья, также, что нужно знать, что тот, за кого мы хотим совершить хадж, то есть, смотрите, во-первых, вернемся к самому вопросу хаджа, потому что вопрос был именно про хадж. Правильно понимаю, про хадж был вопрос. Всевышний Аллах, и также посланник Алиса, когда нам говорили про обязательность хаджа, сказал Аллах, Аллах, субханалу, обязывает людей совершать хадж к его дому, для того, кто имеет на это возможность. У меня к вам вопрос. Только ли хадж обуславливается возможностью, или же есть другие поклонения, которые также обуславливаются возможностью для совершения их? Любое, практически, если не все поклонения, они обуславливаются чем? Возможностью. Человек, например, обязан или не обязан молиться стоя? А если у него ног нет, не принята молитва? Нет такого. То есть, если нет у него ног, хорошо молится, как может. Если человек прикован к постели, даже омовение не может совершить, что он делает? Не молится? Молится так, как он есть. Вот в каком он положении? Не может омовение делать без омовения. Не может в сторону кыблы повернуться. Если он ничем, кроме глаз, двигать не может, даже глазами не может двигать, он что представляет, что он сейчас совершает руку, как будто бы он произносит такие-то, такие слова и так далее? То есть, но по мере возможности, как ты можешь, так и держишь. Но почему именно в хаджи у нас что? Аллах, субхану, пророк, алей-салат сам говорит, чтобы ты совершил паломничество к дому. Аллах, субхану, если у тебя есть на то возможность. В то время как возможность в каждом поклонении. Потому что, братья, возможность из условий хаджи. То есть, это у тебя что? То есть, в принципе, тебе не становится обязательным хадж, пока у тебя нет на него возможности. Пока у тебя нет на него возможности. Если у тебя другие поклонения, ты обязан совершать многие из этих поклонений, но в самом поклонении уже учитывается возможность. Поклонение ты должен совершить, но так, как сможешь. Хадж нет такого, что так, как сможешь, так и соверши, хорошо? Нет у тебя тасреха, без тасреха совершай. Негде спать, там, на улице спи и так далее. Не можешь и так далее, то есть хорошо, как-то по-другому, там, хоть в плаве и так далее доберись. Тебе не говорит об этом Всевышний Аллах. Тебе, что у тебя должно быть силы телом, ты знаешь то, что ты сможешь справиться с этими обрядами, сможешь закончить их и так далее. И у тебя имущества хватает, чтобы добраться и вернуться, и твоей семье на это время будет что кушать, пока ты не вернешься. Вот что такое возможность для хаджа. Зачем мы это говорим? Потому что, смотрите, братья, если человек, который умер, у него были деньги, но он даже не помышлял о хадже. Есть смысл от того, что мы за него хадж совершим? То есть, представьте себе, человек миллионер. На Бора-Бора он летает каждый раз. На Карибских хорошо, то есть у него там свои вилды, Мальдивы, все, весь мир он хорошо облетел. В Америке, там, в Канаде, еще где-то был и так далее. Но как только касается вопрос хаджа, нет возможности, нет денег, потом может быть и так далее, и умер он. За него 30 хаджа это совершили. А он когда мог сам это совершить, он не совершал его. Хорошо, то есть, если он умер вот таким образом и так далее. То есть, из-за этого человека, может быть, даже и не будет принят в принципе хадж. Ему не будет за него награда записано. Почему? Потому что он был обязан его совершить сам и мог, но не сделал этого. И дела ему до этого не было. Другой же человек, что у него накопились деньги, но он умер до того, как он смог совершить хадж. Неужели вы думаете, что этот человек умрет без награды хаджа? Неужели вы думаете, что он умрет без награды хаджа? То есть, субханаллах, удивительно, братья. То есть, как раз просто с братом пример этот обсуждали. В день Арафа нам пришел такой хабар, хорошо, что есть возможность зайти в Мекку и разрешают совершить хадж. Даже если у тебя нет разрешения. Я попытал счастье, как говорится, поехал, хорошо. И не получилось у меня. Аль-хамдулили, я выехал, и мне сказали, то есть, нельзя так разворачиваться и едь домой. И я, братья, надеюсь, что Аллах, субханаллах, запишет мне награду. Потому что я не мало что намерением, если бы у меня была возможность совершить хадж, так я еще и в эту сторону подвинулся. Хорошо, то есть, как-то надеюсь на награду. А то, конечно, она не будет подобна даже близко тому, кто непосредственно совершил хадж, но ты надеешься на награду. И поэтому, что говорить о том человеке, который собрал деньги и так далее, и хочет совершить этот хадж, но он умер до того, как он смог отправиться на этот хадж? Разве он умрет, братья, перед Всевышним Аллахом без награды за хадж? То есть, субханаллах, никто так не думает о Всевышнем Аллахе, субханаллах, так или не так. Затем другой человек, у которого нет возможности, но он очень хотел бы, то есть, не мечтал бы совершить хадж. Этот человек умрет без награды хаджа. Не говоря о том, что этот человек, в принципе, обязан хаджом или нет, он перед Аллахом, в принципе, не обязан, у него нет возможности. И тот человек, которому дела нету до хаджа, но у него нет возможности. Если у него дела нет, почему? Потому что он, в принципе, не обладает возможностью, это один вопрос. Другой же человек, даже если бы у меня деньги были, или вряд ли бы я в хадж поехал, я лучше вон в Турции отдохну, скажет человек, например. Этот человек, братья, ты соверши за него хадж, не соверши. Какой толк? Какой толк? Я не берусь, но опять же, братья, я почему вам говорю, чтобы вы осторожно к этим словам подходили, я не заявляю о том, что Аллах, субхангдар, непременно никакую награду не запишет, я просто говорю о том, что то, что мы знаем из шариата, указывает на то, что какая будет награда, то есть человеку, который сам не помышлял об этом благом деле, и ты за него его делаешь, не бывает такого, так или не так. Хотя милость Аллах, субхангдар, безгранична, естественно. И поэтому, братья, все вопросы совершения хаджа, умры, за кого-либо, будут возвращаться к этому пояснению, в Аллаху алим, из того малого знания, которым я обладаю. И поэтому, братья, смотрите, если мы возьмем все вот эти шариатские тексты, в Аллаху алим, братья, опять же, я говорю вам на основании своего малого знания, то есть я не из скромности, а говорю о том, что у меня нет знаний. Я ни в коем случае не говорю людям не делать хадж за своих умерших. Я не говорю ни в коем случае не давать садака, не совершать умру. Все это благие дела. И ты получишь награду, и этот человек, иншаллах, получит награду. Но мы говорим о том, что является лучшим и что является более предпочтительным в шариате, в Аллаху алим, из этих текстов, то есть в Аллаху алим, следует, что человек, если будет совершать хадж за себя, но хотел бы за своего умершего, то пускай совершает хадж за себя, но много-много просит за этого умершего, так или не так. Потому что, братья, быть может, многие из вас, когда даже спрашивают о том, как совершается или же просто можно ли совершить за умершего хадж, представляют, что этот хадж ты от его имени делаешь. Кто знает, как совершается хадж за кого-то? Хадж за кого-то это твой хадж. Ты все просишь для себя, ты все обряды делаешь хорошо сам. Просто разница в чем, что ты когда тальбия говоришь, когда каждый из вас говорит, ты просто говоришь от такого-то, все, вот разница между хаджем, который ты за себя делаешь и за него. Ты все это делаешь, что? Одинаково. И на Арафате ты не обязан просить именно за него, ты просишь за себя, весь хадж можешь за себя просить, вообще ты не обязан ничем. И поэтому какая разница, то есть зачем вот эта разница в этой тальбии, когда ты можешь за себя это сделать. Затем, братья, еще последний, как говорится, контрольный удар, то, что сказал посланник Алисацам. Ребенок из заработка своего отца. В принципе, если твой отец, если твоя мать, были из числа мусульман, которые побуждали тебя к благу, предостерегали тебя от плохого, призывали тебя хорошо совершать благое дело к исламу и так далее, и они умерли, даже если ты будешь весь Арафат дуа просить, о Аллах, ничего из моей награды не давай моему отцу, вся твоя награда полностью будет у кого? У твоего отца, так или так? Каждая твоя милостная, ведь кто тебя к этому привел? Кто, то есть, стал причиной твоего рождения? Твой родитель, так или так. Поэтому здесь указание брать родителям, чтобы они стремились обучать своих детей благу, призывать их благу. Говори своим детям, о сыночек мой, не поклоняйся никому, кроме Аллаха, нельзя. О сыночек мой, молись обязательно, то есть постись. Если у тебя будет возможность, обязательно отправляйся в хадж. Не жадничай, выплачивай закат, если у тебя набирается определенная сумма и так далее. И тогда каждое деяние, которое он будет совершать, даже если он тебя ненавидит и хочет, чтобы ни копейки тебе от этого не достал, вся его награда. От начала до конца вся его награда. Плюс, братья, особенно если кто-то из вас совершал когда-то хадж за кого-то, умру за кого-то, братья, валлахи, как бы ты сильно этого человека не любил, невозможно быть таким же искренним и стараться остерегаться в своем хадже, как если бы ты совершал за себя. Когда человек совершает хадж за кого-то, он говорит, что? Аллах, субханно, дорогой, Тот, кто после двух дней в меня уйдет, никаких проблем нет, его хадж полноценный, забывая о том, что Что Аллах, субханно, дорогой, говорит, что? А тот же, кто останется на третий день, то так же на нем плохого нету, то есть для того, кто проявляет богобоязнь. То есть награда, субханно, еще на 21 камень больше, еще на сколько поминаний Аллаха, субханно, больше. Но что? Ну, хадж полноценный. Почему, что ты не за себя его совершаешь? За себя ты бы захотел полную свою награду. За другого? За другого, когда ты думаешь, что нет, сунна, в такое-то время отправиться. Ты скажешь, ну, это же сунна. Ну, это не является обязательным. Почему, что ты не за себя совершаешь? А представь, если бы ты совершал этот хадж за себя, искренне, желая, то есть всю награду этого хаджа, и все это время просил бы за своего умершего, много-много просил бы за него, постоянно воздавал бы хвалу Всевышнему Аллаху, субханно, что у тебя был такой прекрасный отец или мать, который внушали тебе, вдохновляли, и они стали причиной тому, что ты, в принципе, до этого додумался, что ты, в принципе, был мусульманом. Альхамдулля, о Аллах, ты по своей милости это сделал так, что я родился у этих родителей, и они обучали меня благу. Они были мусульманами и так далее. Какая будет у них тогда награда? И поэтому, братья, подытоживай, я еще раз вам повторяю, никто, чтобы не понимал и не говорил, братья, что Сираджнов, знаете, что сказал? Хорошо, я не говорю, что не нужно садаха давать за умерших. Я не говорю, что не нужно умру совершать. И все эти, то есть я сейчас не хвастаясь говорю, но чтобы вы понимали, что я не противник этого, каждое из этих трех поклонений за других людей я совершал. Я не вижу в этом проблем. Но, действительно, иногда, то есть если человек знает, что он хотел бы именно таким образом проявить благочестие, и он не совершает упущения в другом, это совсем другой вопрос. Хорошо, альхамдулля, зияд от хаир, как говорится, только лучше будет. Но мы говорим, что, что, братья, не забывайте о такой великой вещи, как дуа. То есть лучше соверши поклонение за себя, но много-много проси за своих умерших, за своих близких и так далее, и тому подобное. Продолжение следует...